Например, какое-то издательство довольно посредственно выпустило «Сказки Пушкина», и все, есть «Табаков», «Сказки Пушкина», есть «Дуров» или кто-то, вот еще вот это посредственное издательство, и все, и что, «Сказки Пушкина» на этом закончились, что ли? Но получается так, что закончились, потому что лишь надо, чтобы кто-то покупал, чтобы он имел какую-то финансовую отдачу, а ее нет, соответственно, не записывается. И нас таких вещей очень часто я сталкиваюсь с этим, что им вроде бы и хочется, и колется, и вам не верит, и «Поганюшку» это. Я так верил, по телевизору, который я работаю, это очень кручайно, от этого никуда не верю. Ну и все-таки очень длинный период авторских прав, он все-таки мешает и творчеству, и бизнесу, и… Ну творчество, ну что? Творчество может быть подневольным, оно мешает бизнесу. Оно мешает тому, чтобы это пошло в работу. Вот, например, «Пожалуйста, Иванубыш книги вот записали, все прекрасно». Вот, а там уже все зависит от наследников. Знаете, есть наследники хорошие, есть большие, есть наследники, которые любят пиарить творчество своих предков, а есть те, которые больше интересуются, что в их кармане зазвенели. Но это все по-разному. Но это лишний геморрой, как говорится сейчас, понимаете? Это лишняя сложность. И иногда очень серьезно. Иногда решаем. Ваня, а что помогает вот посредством этой книге, современной книге, да, сделать хорошее произведение, но чувствуешь совсем оно плохо, плохое произведение, вот на время работы, что это помогает, как ты стимулируешься, вытягиваешь… Волос рахиды! Потому что если бы я это читал так, как вот я сейчас с вами разговариваю, я не думаю, что вы куда слушали. Но тут у меня нежная любовь к этому графоману. Почему вот этого графомана Зарецкий, вы, Максимов из них сделали произведение искусства? Совершенно верно. Потому что плохой пьес, плохой театральной среде. Это бумага, бумага. Только мух можно пить вот этой бумагой. Совершенно верно. Существует такое, ну как поговорка, не поговорка в театральной среде, когда выходит партнер у тебя туп-туп или партнерша, чаще говорят. Ну и играю, я джульет и все, играю вокруг меня. Называется, играть за себя и за того парня. Вот в данной ситуации играешь за себя и за того парня. И не только на нем свет клином, к сожалению, не сошелся. Это много. Даже больше, чем им надо самим нравиться решить. Все качественно. Как раз вопрос в тему. Возвращаясь к старикам. Можно ли назвать на сегодняшнем российском театре актеров? Мы не говорим близких. Мы хотят в перспективе. Масштаба Кторова, Грибова, Плята, того же Иринского, Гиацинского, Воронежской. Ваше мнение об этом. Ну и надо состояться. То есть пока еще рано говорить по конкурсу. Я считаю этот вопрос довольно глупым. Потому что в каждом поколении есть свои актеры, соответствующие потребностям поколения. Я не знаю, что бы вы сказали, и вы тоже не знаете. О негре, например, Станиславского. Мы все о нем знаем по нему. Но послушать Остужево или Останково вы можете. И я не думаю, что бы это вам достало какое-то, кроме исторического, какое-то удовольствие. Или того же Качапова. Потому что мы сейчас говорим гораздо быстрее. И мысли у нас тянут иначе. Поэтому искать вот, Боже, молодой Яншин, это глупо. Потому что молодого Яншина больше никогда не будет в этом прелестьяна. Молодой Яншин он останется, вот молодого не останется. Старый Яншин он останется. Фильм «Глинка», «Большая перемена» и такая была. Не знаю. Вопрос наивный в своем понимании существующих вещей. Если речь идет о том, кто из актеров хорошим, то тут опять-таки существует известное дерево «Арбуза» и «Свеногрящих». Я даже не готов говорить на эту тему в себе. А вам кто нравится? Ну, мы как будем говорить о звездах или о тех, кто мне нравится? Нет, а тем, кто нравится. А тем, кто нравится. Ну, вот из такого поколения, которое… Которое не юношеские звезды, да? Клабуга. Ну, мне очень нравится, конечно, что и легенды. Кузнецов, блестатель, да, совершенно замечательно. Кузнецов, Биоты, Мамонов, если кто еще постарше, Филиппенко. Ну, опять-таки, много-много-много-много можно называть. Нравится-то «Заразная». Ну, конечно, «Старая гвардия». Ну, тут как бы можно сказать о уровне культуры, да, о диапазоне возможностей актерской. Что кажется, что вроде бы они бы решили тогда, да. Но дело в том, что тогда у нас снимали фильмы, например, «Верные друзья», «Большая семья», «Клиника», то, да, сё. А сейчас вот я с этим встал, если я вообще, ну, никого не играл, кроме бандита. И вот хоть ты убейся об стену, ну, шо ты тут наиграешь-то, господи меня дери. Ну, вышел, блистательный актер Суханов, ну, одного бандита сыграл, ну, другого, ну, третьего, но… Ну, их же больше трёх характерностей нету, хоть убейся об стену. И поэтому, к сожалению, кажется, что те великие старики, они могли больше, они не могли больше, им больше давали. Им больше давали, потому что все это знаем по кино, а не по театру. Кто из вас, не знаю, ходил там, не знаю, в 51-м году на что-то, кто «Белую квартиру» видел? Никто. Но мы знаем, какой был Хмелёв, мы знаем, какой там был Яншин, опять-таки, Ларьозик. Мы знаем всё прекрасно. Мы всё про них знаем, но мы не видели. Зато этих мы видим только вот в двух, трёх, четырёх клише. Вот «Моя прекрасная няня» и «Ментери». Чего-то они нам не нравятся. А почему не нравятся? Надо же задуматься. Потому что «Моя прекрасная няня» и «Ментери». Потому что, говорят, Хабенский хороший актёр. Говорят «да», а говорят «нет». Кому-то нравится сериал «Менты», они говорят, ну не «Менты», а «Адмирал». Вот мне понравится, значит, хороший актёр. А кому-то не нравится «Адмирал», они говорят «нет, плохой актёр». Критерия нет, чтобы оценивать. И берёт, стоит «МАХАТ-6000». Мы убедились захватить и оценивать. Кому-то. Так что, очень вопрос сложный. А как Вы, со своей профессиональной точки, взглядом, я хотела с Вами телевизор, не смотрю сериалы или не смотрю? Я записываюсь. Ваше мнение? Игра актёров в сериалы вообще, вот как она? Как это можно оценить? Халтурой или искренней? Это зависит от актёра. Ну, в большинстве. Бывает, приходишь там, говорит, так, слушайте, только вот ради Бога это, не играйте ничего, давайте так вот близко-близко к правде, вот чтобы вообще разницы не было. Так это же важнее всего, да и есть. Я не хочу даже оценивать ничего. Ну, какая игра? Если это из Синькофф, то Игорь Никакой Думан сказал бы, как с Моршевой Рогой. Нет, нет, это не из Синькофф. Ну, что это? Степанов. Ну, что это? Прекрасные сериалы у Сунькоффа. Чем они плохи-то? Чем они хуже 17 мгновений? Замечательная ликвидация. Мне меньше понравился Исаев. Ну, просто потому, что там те же лица. Очень много их. И как ты думаешь, Господи, это Мошков-то будет. А он не выходит. И это несколько раздражает. Я вроде думал, что всё становится. Но актёр-то при этом замечательный. И к так называемой сериальной манере игре они никакого отношения не имеют. Это очень хорошее художественное фильм. Но всё-таки есть, значит, сериальная игра. Но это значит овоенное слово. Да нет никакой сериальной игры. Есть задачи, которые ставятся для домохозяйки. Есть тетюши. И есть задачи, которые ставятся вам сулюком совсем для других целей. Вот исходя из каждой конкретной задачи. Ну что вы хотите? Культура всегда была массовым продуктом. Расцветали яблоки и груши. Это тоже было кому-то надо. Значит, всё-таки от режиссёра. Ну а как же? От режиссёра и от потребностей общества. Это значит, сейчас у нас потребности снизили. У нас Милянин. Снизили. Ну да. Ну, раньше... Ну, раньше... Если бы он не покупался, то он бы... И он бы не существовал, верно? Просто до нас, до нас. Смотрится сериал, читается книжка. И, соответственно, этому качеству подбираются исполнители. И, может быть, они замечательные актёры, но... Драматургия-то ведёт за собой. И как бы ты не чувствовал себя внутри гаммы, там... Финнелю или аферии, ты не сыграешь там... Это в какой-нибудь там сериале клуб. При всём желании. Так что... Вопрос самый сойти от лапки. Ваня, по поводу вот... Аудиок негде... Если возможно. А, да, будешь про аудиок негде... Да, конечно. Всё-таки для себя и для слушателей. А вы для кого актёр на сцене играет? Для себя? Каждый по-своему. Смотря за оплату какая-то. Нет, кстати, я помню ваши слова... На прошлой встрече про этого актёра. Что не верьте! Тот, кто говорит, что он... Разблюгаем говорил. Он играет для себя. А вы присутствуете. Конечно. Он играет для себя. Потому что отдачно дождём. Актёр, как любой профессиональный вампир. Он этим подпитывается. Ну и отдаёт. Ну а как же он подпитывается? Если два пальца в розетку ссоёшь. Ты же тоже что-то чувствуешь. Не только розетка тебя хватает. Это неизбежно. Это вообще необходимая часть искусства. А что касается аудиокниг... Ну, всё-таки, наверное... Я же не буду говорить, что... Мне неинтересно. Мне не слушаться. Совершенно не волнуй. Я же здесь сижу. Значит, уже аналогов. Правильно? Нет, вам хорошо. Но по большому счёту, конечно, для себя. Потому что самому интересно. Было бы неинтересно. Было бы неинтересно. Было бы надо... Эй, четыре часа посидеть сегодня в студии. Я мой... Да ладно. Ну... Вряд ли я противствовался. Честно. Скажите, а книга иначе воспринимается, если вы просто чайник себя, если её озвучиваете? Слух. Безусловно. Безусловно. И... До... 180 градусов. Ладно. Иначе. Ну, мы говорили об этом. Или язык совершенно иной. Или вдруг я... Глазами читаешь. Ну, текст, 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 текст. А потом бац. И вдруг, когда ты читаешь слух, у нас пауза возникает уже. Дыхание братья. И оказывается, что это... Ритмическая проза вдруг, внезапно. Ну, только, значит, про птицу тройку скажешь, что ритмическая проза есть. А вот так сам, значит, прочитать. Ужим. Открытия всегда бывают совершенно неожиданными. Восприятие более глубокое, да, когда вслух читаешь? Пожалуй, что да. Потому что... Пропускаешь через себя. Волей и волей проникаешь. Надо произнести. А произнеся, это значит... Это же процесс не только губно-зубной, да? Губно-зубной. Как-то слово, оно же что-то значит для всего организма. Так глазами. А цветочки-лепесточки. Помните рассказ по-другому про цветочки-лепесточки? Мы прокатаемся. Здрасте. На этом не помню читать. О, про войну мы читаем. А это опять скучище про любовь опять. Не буду читать. А тут ты читаешь все. И, во-первых, целостность какая-то возникает в этом произведении. Вкус языка, он же... У каждого автора он же разный. Мы на языке только думаем, что они на одном языке пьют. А языки-то они вот тут, во-вторых, у всех же свой строй мысли. А если автор хороший, то у каждого персонажа какие-то свои, неведомые завороты внутри головы, узлы извилин. Поэтому, конечно, слух это гораздо серьезнее. Представляете, какая должна быть реакция у нас у слушателей? Какая-нибудь там дема идет? Ну, как пишут, смех в зале или слеза скатилась? При этом помогает реакция того, кто на протисе во время записи? Да. Да, мне это помогает просто понять жанр, допустим, сцены, которую ты читаешь. Иногда мешает, наоборот, потому что, когда читаешь такую чушь, что ржет даже человек за стеклом, то ты тоже, и двадцать минут псу под хвост, попурим, сядем опять, ну и вот он! Было. 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 Но, конечно, помогает. Конечно, помогает. И вообще, это вот то, что опять приближает к основному жанру, к театральному. Когда ты ощущаешь реакцию живого зрителя, там, слушателя, то ты, естественно, ее аккумулируешь. И не то, что выдаешь нагора, а начинаешь в этом контексте внести дальнейшее повествование, дальнейшую сцену, там, дальнейшие действия. Это, конечно, поэтому очень сложно, мне кажется, в аудиокниге делать, и немного совсем, мне кажется, есть людей, которые это делают действительно хорошо, потому что без, и не в отношении плейотика, а потому что без вот этой конфетики зрительного зала это очень сложно себя соотнести с произведением и как-то себя поставить на место, и то ли ты делаешь, понять и так ли, и исходя из этого делать все дальше. Вот. А еще я очень люблю говорить. Предлагаю сделать первый раз. Давайте мы даже только с вами так договоримся. Мы после этого еще с вами поговорим? Или я один поговорю? Давайте вы один поговорим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.